Битва лучших. В Ненинском округе стартовал WorldSkills Russia. На площадках образовательных учреждений Заполярной столицы молодые профессионалы будут соревноваться в 12 компетенциях. На протяжении 4 дней участники выполнят модули, по которым будут начислены оценки о том, как прошел второй день чемпионата в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Наложение швов на тонкой салфетке – ювелирная работа. Необходимо не только правильно их сделать, но и не повредить материал. Ирина Литкова умело управляется приборами. Для участницы зажить рану – самое легкое задание на площадке. Это считается как кожный покров животного. Кожа у нас обычно эластична, и получается, что эта ткань, хорошо на ней зашивать, удобно. Но при этом нужно все сделать физически, химически, обработки рану, чтобы уже зашивать. Одно из самых сложных заданий, по словам участников, – клинический осмотр козы. Вячеслав Чупров не первый раз работает с животными, поэтому осмотр провел нахорошо. Нужно проверить температуру, послушать дыхание, сердцебиение, посмотреть все слизистые оболочки. Полный осмотр животного. Осмотр того, что у нее немного есть проблемы с сердцем и с дыханием. И это надо дополнительные исследования проводить. Участников компетенции ветеринария ждет три модуля. Первое – это лабораторные исследования. Ребятам необходимо проверить на антитела иммуноферментный анализ. Второй блок – экспертиза. Здесь оценивают овощи на качество продукции. Самый обширный блок – третий – диагностика. Тут образуются институционные задачи, где ребята должны провести клинический осмотр козы, провести клинический осмотр собаки или кошки, сделать УЗИ, поставить диагноз, назначить лечение, если это есть возможность, или же дать рекомендации. Следующее задание в этом блоке – это резекция и ушивание раны хирургическая. Для стерильности должны соблюдать и правила септики, антисептики. Четвертое – это ортопедия. То есть мы должны уметь и обрабатывать копыта оленям, коровам, козам и так далее. И последнее задание – это лечение абсцессов гнойной раны. Таким образом, чтобы ребята могли собрать сопроводительное письмо, отправить содержимое абсцесса на лабораторию и назначить лечение. УЗИ брюшной полости животных проходит при помощи волонтеров. Участники должны не только найти все органы, но и выдать диагноз. Животное чувствует прекрасно. У нас девочка сегодня, обычно у нас собачки, как вы помните, у нас грифоны всегда. В этот раз грифоны решили отдохнуть, может быть, завтра придут. Сегодня у нас 18-летняя кошечка, которая очень сильно ждет дом, ищет дом, потому что у нее хозяйка умерла. Но она прекрасно себя чувствует, живет она у нас в клинике, сделали УЗИ, здорово будет жить дальше. Компетенции стали более узконаправленные. Вместо большого количества животных, которые были раньше, сейчас осталось только два вида. Важно показать, что у нас есть возможности, у нас есть оборудование, у нас ребята хорошо могут показать себя с хорошей стороны, и не было такого сильного напряга, потому что ребята очень сильно устают после таких больших заданий. За каждым участником на всех площадках наблюдает представленный эксперт. Задания из года в год меняются, становятся более сложнее. Ислам Муталимца второй год участвует в компетенции «Лабораторный химический анализ». Юноша с химией на «ты». Однако некоторые задания сумели ввести его в ступор. Сложнее гораздо, гораздо сложнее стало. В этом году очень много расчетов появилось новых. То есть, ну, все то же самое, но методика другая выполнения. Сложнее гораздо. На протяжении трех дней восемь конкурсантов будут соревноваться в компетенции «Лабораторный химический анализ». 29 ноября ребята ознакомились с техникой безопасности и провели жеребьевку. Сегодня же им предстояло выполнить свои первые задания. Одно из них – это спектрофотометрическое определение смеси веществ. Они должны найти концентрацию того и другого вещества в смеси. Второе задание – это потенциометрическое тетрование. Также смеси веществ, где они тоже будут определять концентрацию каждого компонента в этой смеси. Завтра будет конкурсный день. Также будут два модуля, только уже другие задания. Завтра – кондуктометрия и рефрактометрия. В среду, ой, в четверг получается, да, там остается еще один модуль, пятый. Это уже будет просто тетрование. Нинецкий аграрно-экономический техникум в этом году представил пять компетенций. Помимо этого, площадки открылись в Наринмарском социально-гуманитарном колледже, Нинецком профессиональном училище и кванториуме. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...